Всем привет, друзья! С вами 3DTool. В одном из прошлых видео мы показали вам пример 3D-сканера стационарного типа. Он позволяет выполнять широкий спектр задач, но в основном ориентирован на работу с неподвижными объектами. Зачастую этого бывает недостаточно. Например, упомянутая нами в прошлом видео, услуга 3D-мини-копии человека или работа с более масштабными и труднодоступными объектами требует другого оборудования. Именно о таком оборудовании не пойдет речь в этом видео. Поехали! В данном видео речь пойдет о ручном 3D-сканере Artec Evo от всемирно известной компании Artec 3D. Сканер Artec Evo представляет из себя программно-аппаратный комплекс, состоящий из ручного 3D-сканера и специально разработанного программного обеспечения. Работая по методу триангуляции и используя мощную светодиодную вспышку вкупе с камерой высокого разрешения, Artec Evo выдает отличный результат даже на мелких предметах, хотя оптимизирован под работу с большими объектами. Надо заметить, что для ручного 3D-сканера Artec практически не требуется калибровка. После длительных переездов достаточно просто запустить программу диагностики. Для работы с ручным 3D-сканером требуется постоянное подключение к компьютеру, так как процесс сканирования происходит непрерывно. Давайте подключим наш сканер и попробуем разобраться, что за что отвечает. Итак, наш сканер готов к работе. Разберем с вами два примера работы 3D-сканера. Сначала отсканируем статичный объект, пусть для наглядности им станет барельеф из прошлого видео. Вторым примером станет цветное 3D-сканирование человека для того, чтобы показать работу с более сложными и большими объектами. При использовании ручного сканера важно соблюдать несколько правил. Во-первых, старайтесь держать одинаковую дистанцию от камеры сканера до предмета. В этом вам поможет цветная индикация на визуализации в Artec Studio или специальная шкала в левой части экрана. Расстояние от 50 до 80 сантиметров должно быть достаточно. Во-вторых, руку нужно держать в расслабленном положении, чтобы движения получались более плавными. Старайтесь выдерживать ровный перпендикуляр от предмета до сканера. Так сканирование поверхности будет выходить наилучшим образом. Третьих, за объектом лучше следить через экран компьютера, так вы сможете вовремя заметить ошибки и оперативно их исправить. Для того, чтобы включить захват изображения или остановить его на рукоятке сканера присутствуют клавиши Play и Stop. Вы также можете управлять процессом через программу на ПК. Сканер Artec Evo может устанавливаться на штатив для того, чтобы сканировать статичные объекты. В случае с барельефом мы не будем пользоваться этой функцией, так как он не очень большой и мы сможем отснять его за один проход в ручном режиме. Если какие-то элементы не захвачены с первого раза, выполните второй проход немного под другим углом. Если задержать сканер над плохо захваченным изображением чуть дольше, изображение будет захвачено лучше. Помните, что каждый сеанс захвата это новый файл скана в программе, а значит его придется привязывать по координатной сетке вручную или с помощью алгоритмов. В идеале захватывать большую часть объекта за один, максимум два прохода. В итоге получаем такую модель в формате STL. Теперь отсканируем человека в режиме цветного сканирования. Для хорошего скана человека важно соблюдать правильную последовательность действий. Для начала захватим голову, так как долго держать одно выражение лица наш подопытный не сможет. Далее захватим общий вид тела. В некоторых местах ткани или волосы могут не захватываться. В таком случае подрегулируйте ползунки чувствительности sensitivity и контраста. Задержитесь на волосах подольше. Сканеру требуется время, чтобы правильно отобразить такое количество информации. Избегайте прозрачных и бликующих поверхностей. Их необходимо мотировать или убирать, например, снимать очки. Сканер можно перемещать вокруг объекта, а можно крутить объект вокруг своей оси. Для этих целей служат специальные поворотные платформы. Они бывают моторизированные или ручные. При этом сканеры находятся в одном и том же положении, и процесс происходит лучше и быстрее. Перейдем к программе. Как видим, наш скан состоит из множества фреймов. Один фрейм — это один снимок нашего объекта. Такие фреймы составляют скан, а уже несколько сканов составляют полноценный объект. Давайте попробуем воспользоваться автоматической сшивкой. Сперва разберемся с интерфейсом программы. А поможет нам в этом Алексей. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Для начала расскажите, какие требуются характеристики ПК для уверенной работы с Artec Studio и процессом сканирования. Artec рекомендует процессор от 7-й серии, Core i5, соответственно, 4-х ядерной и выше от ориентировочных 3 ГГц. Соответственно, 12 ГБ оперативной памяти должно быть достаточно для средних проектов. Если нужно какие-то крупные вещи сканировать, то чем больше, тем лучше. Соответственно, видеокарта необходима от 400-й серии NVIDIA и выше, с 1 ГБ видеопамяти и больше. Вот это стандартные системные требования. Для остальных можно уточнить в Artec. С какими инструментами можно работать в Artec Studio? В Artec Studio содержатся все инструменты, которые необходимы для создания модели и правки от начала до конца. Также присутствуют автоматизированные элементы для наиболее быстрого создания модели, так называемый автопилот. Они позволяют за считанные минуты получить модель. Естественно, на достаточном производительном компьютере. Чем отличается процесс шивки объекта вручную от автоматической сборки? Тем, что автоматическая сборка является инструментом для наиболее быстрого получения финальной модели. Соответственно, если что-то не получается совместить в автоматическом режиме, какая-то геометрия не сходится, то мы можем помочь вручную, расставив точки и совместив по ним. Либо подогнав модели, точнее сканы, поближе друг к другу и запустив в ручном режиме совмещение. Это не занимает много времени, но, тем не менее, результат очень хороший. Почему выгоднее делать больше захвата за один проход, нежели много проходов отдельно? Это немножко связано с предыдущим вопросом. Дело в том, что если мы делаем все за один проход, то есть за один скан, то нам не приходится складывать сканы вместе, то есть не делаем совмещение. Мы экономим время на этой процедуре и тем самым получаем быстрее модель. Как вообще происходит процесс сборки 3d модели? Если мы делаем это вручную, то в стандартном виде это выглядит так. Мы получаем облако точек, соответственно удаляем части, которые явно не принадлежат к этому облаку точек, то есть нам не нужны. И далее уже совмещаем эти облака точек. Соответственно, после совмещения мы делаем глобальную регистрацию и сканы совмещаются плотнее. Далее мы уже удаляем шум на моделях и после этого уже можем делать, собственно, финальную шивку, склейку и увидеть уже результат. Можно ли экспортировать 3d модель из Artex Studio и сразу отправлять ее на 3d принтер? Да, безусловно. Если мы сделали модель замкнутой, то такую модель мы уже можем сразу же запускать на 3d принтере. Если у нас остались какие-то незамкнутые области, то после запуска алгоритма закрытия отверстия, собственно, можем уже запускать модель на 3d принтер. Какие вообще существуют ограничения у модели и самого процесса сканирования? Самое очевидное ограничение это скорость работы, то есть если мы выбираем железо, которое явно слабее рекомендуемых требований, то возможно придется выбирать значение сканирования отличного стандартных. Соответственно, если мы сканируем какие-то крупные объекты протяженные, сильно в пространстве, соответственно, у нас может накопиться довольно большая погрешность. В данном случае мы можем использовать внешние средства, то есть фотограмметрию или систему координат внешнюю, то есть подгрузить файл с метками с их расположением в трехмерном пространстве и уже по этому файлу сканировать объект. Что такое система точек координат и в каких случаях ее применяют? Как я уже говорил, эта система применяется в тех случаях, когда мы вынуждены сканировать какой-то крупный объект, например, размером с автомобиль. В данном случае, если мы будем пользоваться только сканером без вспомогательных средств, то у нас могут быть некоторые расхождения в геометрии, то есть накопленная ошибка. Если мы используем внешнюю систему координат при помощи фотограмметрии, например, то в таком случае мы можем избежать или минимизировать эти влияния и таким образом получить более консистентную модель. Что ж, спасибо большое за помощь, Алексей. Всегда рад. Ну, а мы подведем небольшие итоги. Как видно из процесса сканирования, EVI одинаково хорошо удаются как статичные малые объекты, так и крупные динамичные. Использовать этот 3D-сканер можно как отдельно, так и в дополнение с другими системами, например, фотограмметрии, если речь идет о сканировании чего-то большого типа автомобиля. ПО адаптировано под работу с такими системами и распознает все основные форматы отдельных координатных сеток. Сам сканер хорошо проявит себя в случаях, когда требуется выезд специалиста на само место проведения сканирования. Так как не требуется его долгая и сложная калибровка, а сам процесс подключения занимает считанные минуты. Если у вас остались какие-то вопросы по работе ручного 3D-сканера Artek Evo, задавайте их внизу в комментариях. Ответим на все вопросы. Заказать или получить консультацию по Artek Evo можно по телефону, указанному под видео. Там же есть ссылки на само оборудование с подробными характеристиками. Что ж, а на этом у нас все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если еще не подписались, и не забудьте нажать колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Впереди много интересного. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok